Здорово, это Шрамшурин, и это будет интересное видео про личности и про личность, и вообще я тут кое-что для вас подготовил, это будет здорово и замечательно. Значит, смотрите, я уже много раз говорил, что для того, чтобы нравиться женщинам, то есть почему мы все время говорим о контексте нравится женщинам, об этом вопросе, потому что, ну опять же, нравится женщинам, это не самое главное в жизни, давай так. Но, коль уж канал об этом, пока еще, да, то есть будем говорить через эту призму, потому что женщины, они позволяют оголить какие-то моменты в мужчине гораздо быстрее. Так вот, значит, для того, чтобы нравиться женщинам, нужно быть личностью. В принципе, личности, они всегда примечательны для всех, то есть они могут и нравиться, и не нравиться, но они какие-то эмоции вызывают, в отличие от каких-то заурядных людей. И в одном из наших недавних прямых эфиров человек задал вопрос. Он задал вопрос такой, то есть представьте, один человек едет на Мерседесе, другой едет на трамвае. Что в плане личности отличает одного человека от другого? И прежде чем об этом поговорим, давайте вообще определимся, то есть что же такое личность, потому что здесь нужно обращаться к этому. И я для себя тут искал, 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 и как бы нашел, ну, наверное, парочку таких определений, с которыми у меня что-то внутри коррелируется, где-то что-то у меня там есть какая-то связь. То есть, значит, есть несколько определений, вот они, значит, личность – это человек, обладающий определенным набором психологических свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для общества. Следующее определение. Сформировавшийся человек, у которого свои индивидуальные особенности, свои жизненные ценности, приоритеты и качества. У него свои сложившиеся привычки, свои убеждения и установки, которыми он руководствуется при принятии решений, действий и выбора. То есть, вот эти вот два определения, они с моим пониманием коррелируют. Хочу еще от себя добавить то, что вот важно. Значит, личность – это система поведения и проявления человека и его поступков тем или иным способом, причем, может быть, положительным или отрицательным, влияющая на общество вокруг и на конкретных людей в частности. Личность – это несгибаемый человек, в том числе, может быть, личностью, который не останавливается перед какими-то жизненными препятствиями и сложностями. Значит, личность – это способный на поступки человека. Поступки в таком большом, грандиозном смысле слова. Человек, который руководствуется своими, именно своими, а не навязанными от кого-то жизненными принципами. Значит, важно. Этот человек, человек, которого можно назвать личностью, он может быть физически слаб или болен или нездоров. Это может быть и религиозный человек, может быть нерелигиозный человек. То есть, личностью может быть и тот, и тот человек. Бандит или какой-то преступник, по сути дела, тоже, ну, отрицательный персонаж, тоже может быть личностью. Ну, это же так. Наполеон может быть личностью. Дворник во дворе, который периодически приносит, может быть, там, еду какой-то бабушке, которая малоимущая и там ей нечем кушать. И он может быть личностью. Для меня это все-таки поступки в большей степени, да. Также в этом эфире один человек написал, что, ну, вообще, я считаю, что личность – это каждый человек абсолютно. У каждого человека своя индивидуальная личность. Ну, может быть, с биологической точки зрения, да. Но с точки зрения какой-то более все-таки глубокой, там, психологической, я считаю, что нифига не так. То есть, далеко не все нравственно являются личностями. Не у всех людей, далеко не у всех людей, их убеждения являются основой для их действий. То есть, зачастую люди действуют просто как-то, как-то действуют. Вот, так вот, вернемся к человеку на трамвае, вернемся к человеку на Мерседесе. То есть, что я считаю? Во-первых, деньги вообще не показатель личности или не личности. Во-вторых, вы очень узко смотрите всегда, да. То есть, вы смотрите, ну, как написано у Тарасова, да. То есть, смысл всякой деятельности лежит вне ее пределов. Поэтому, как бы, ну, и я сам тоже часто бывает ярлыки какие-то нарешиваю. То есть, мы видим человека на Мерседесе, мы видим человека на трамвае. Может быть, человек на Мерседесе – это вообще водитель, да. А может быть, человек на трамвае, и это человек, который, может быть, опаздывает куда-то в аэропорт или там спешит, и он сейчас на метро спустится, у которого денег намного больше, если уж вы этим измеряете. Но просто так сложились обстоятельства, что он не обламывается. Ему не стрёмно, он просто решил проехать пару остановок на трамвай, он кайфует от этого. Может быть, это какой-то известный дизайнер, который едет и думает, так, вот это меня вдохновляет, сейчас я что-нибудь придумаю. Понимаешь, поэтому не надо мыслить плоско. А почему я все это говорю? Это все-таки отражается на женщинах и на вашем общении, на качестве общения с женщинами. Сейчас я об этом, к этому приду. И к чему я, собственно, да, потому что я на своих тренингах регулярно слышу такие вопросы, когда мужчина какой-либо спрашивает, говорит, а как мне подходить к пафосным женщинам? А как вот есть какие-то особенности знакомства со статусными женщинами? То есть вот, а статусные девушки реагируют на то-то и то-то так же или нет? Причем есть статусные, что за чушь вообще? Вы, мужчина, вы подходите к женщине, вам должно быть посрать какой там у нее статус, что, как и так далее. Это только в вашей башке. То есть для вас эта женщина может быть статусная, для меня не статусная. Для какого-то другого человека статусная, для какого-то другого человека не статусная. Что вообще за статусность? Вам нужно лечить ваши ценности. Когда вы так думаете, вы так убеждены, вы так смотрите через эту призму на мир, прикол в том, что вы не понимаете, что это вам очень сильно мешает жить. И это не только в общении с женщинами, это вообще во взаимодействии с людьми. Потому что это же очень круто, понятно и четко работает. Как только вы оказываетесь в обществе, где люди материально, исключительно финансово и материально чуть богаче и выше вас в чем-то, лучше вас, все, вы себя там чувствуете некомфортно, вы себя чувствуете там типа уютно, не в своей тарелке. Но как только вы оказываетесь в обществе, где кто-то там пониже, вы начинаете выебываться. То есть не все, конечно, но такое бывает часто. То есть получается у вас четкое разграничение людей по, кто так думает, я имею в виду не у всех вас, конечно, четкое разграничение людей по наличию денег. Если деньги есть, значит он крутой, он классный, он лучше меня. Если денег нет, то хуже нет. Это все идет из детства, это все вопрос ваших ценностей. То же самое, когда едет дорогой автомобиль и люди, которые должны проезжать, потому что у них приоритет на дороге, они уступают ему на своих дешевых автомобилях, потому что это вот такой российский типичный такой менталитет со своими всеми отрицательными качествами. И как я люблю говорить, значит, в туалете, неважно, если мы говорим про женщин, в женском туалете тоже есть. Вот, и неважно это какой-то туалет студенческой столовой или студенческого общежития, либо туалет дорогого пафосного ресторана в женском туалете, там и там пахнет одинаково. И как сказала Раневская, у каждого павлина под его красивым хвостом скрывается обыкновенная куриная жопа. Ну, как-то, может быть, недословно, но смысл такой же. И вы наверняка знаете, кстати, людей и богатых, и там небогатых, то есть и богатых, которые последние сволочи, и там небогатых, которые, может быть, там нормальные, душевные, классные, отзывчивые. То есть деньги здесь вообще ни при чем. И прежде чем я приведу очень крутой пример, у меня есть для вас такой пример, как это связано с женщиной, собственно, да. Значит, если вы еще не в курсе, у нас в самое ближайшее время, уже в скором времени, пройдут целых два новогодних тренинга в Петербурге и в Москве. То есть это тренинг-практика, который называется «Две столицы». Мы проведем два отдельных тренинга. 2, 3, 4, 5 декабря Петербург и 9, 10, 11, 12 декабря Москва. Это крутейшие мероприятия, которые будут отличаться от всех предыдущих. Это последние тренинги-практика. Новогодние все вопросы по поводу того, ковид, прививки, QR-коды, конец света, что можно, что нельзя, где можно жить, где нельзя, куда ходить, куда не ходить. Все вы узнаете там, оставляете заявку, бронируете место заранее. Это будут два грандиознейших мероприятия. Камерных, небольших, но очень-очень крутых. Я лично с каждым из вас буду находиться, в том числе и в полях. Это очень ценно. Ссылка под видео. Так вот, по поводу характера и качества человека и его финансовых составляющих. Я стригусь у своего парикмахера, барбера, не знаю, как правильно называется. Его зовут Санжар, просто народий Санчо. Это профессионал своего дела, который работал, скажем так, с избавонном, с селебрити, с VIP-людьми. Какие-нибудь, я сейчас не выпендриваюсь, как-то я туда затесался. Но суть не в этом. Он мне рассказывает такую историю. Есть один известный певец, причем таких советских времен, который сейчас еще поет на корпоративах, там где-то редко собирает концерты. Не будем называть имен здесь сейчас. Так вот, он позвонил ему, не он сам, а его помощник. Позвонил ему, то есть к нему в его барбершоп заходят очень разные люди, скажем так. И некоторые сильные мира сего, какие-то звезды и так далее. И он говорит, сегодня вот наша звезда хочет заехать к вам постричься. Санчо говорит, слушайте, у меня сегодня все время занято. Есть только единственный промежуток в такое-то, такое-то. Он говорит, нет, вы не поняли. Вам нужно отменить всю вашу занятость, потому что хуй с горы приедет стричься, понимаете. На что Санчо сказал, слушайте, я не собираюсь отменять никакую запись. У меня есть клиенты, не менее важные для меня, чем вы и чем ваши горы. Поэтому как бы извините, уволите, до свидания. Записи нет. Там начались какие-то угрозы, выпендрешься, типа вы знаете, да что ж такое, вас закроют, кто вы, что вы. Вот это называется о том, что у человека есть деньги. Кроме кривых, тупых понтов каких-то, понятного ощущения себя как пупом земли, ничего хорошего нет. И у меня есть другой клиент, антипод этого, он менее известен в широких кругах, но он не менее богат и так далее. И он говорит, этот дядька звонит, говорит, Санжар, я хочу постричься. Но честно говоря, я не знаю, во сколько я сегодня до тебя даю. Я, возможно, приеду в это время или в это время. Он говорит, давай сделаем так, я предлагаю так, если можешь. Давай я оплачиваю тебе весь день полностью твоей работы с возможностью того, что ты можешь там где-то подвинуть клиентов, чтобы я мог в любое удобное мне время пойти постричься, прийти постричься. Окей, окей. То есть, по сути дела, речь идет об одном и том же. Ну как выпендривался тот человек, будучи богатым, знаменитым и так далее. И как себя ведет с пониманием, с уважением к труду человека вот этот другой человек. Это как раз говорит о том, что и богатые могут быть говна кусками и нормальными людьми, потому что у нас же есть очень много в голове заложенного из Советского Союза, от наших родителей, бабушек, что ой, все богатые жулики и так далее. Обожаю Советский Союз, честно, но там есть какие-то моменты, которые могут быть отрицательные. Все, что связано с Советским Союзом, я люблю, очень люблю. И также среди бедных, неимущих людей могут быть добрые, они последнюю рубаху отдадут, а могут быть гандоны. То есть, поэтому еще раз, ну сколько можно уже думать так, что деньги какой-то показатель каких-то качеств личности человека, это вообще ни при чем. И самое вот это вот ключевое, к чему я хочу подвести это видео, самое тупое, что на примере женщин, вы же и женщин рассматриваете многие через эту призму. То есть, если вы видите какую-то обычную классную медсестру, официантку, то есть, многие из вас пренебрегают, там что-то вот, да она там какая-то вот медсестра, блять, она медсестра, это охуенно, понимаете. Или там официантка, она знает цену к деньгам, она сама себя пытается содержать, кем бы она ни работала, она молодец. И возможно, из нее получится там самая лучшая жена, заботливая там какая-то, которая вас поддержит в трудную минуту. Но такими женщинами многие пренебрегают. Сейчас молодежь, особенно тупая, она хочет инстасамок вот этих всех, инстаблигей вот этих всех, понимаешь. То есть, когда ты видишь инстаблять, у которой куча подписчиков, которые там жопа, 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 сиськи, жопа, жопа, сиськи, жопа, 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 блять. Место лица у нее на аватарке жопа. То есть, у нее много подписчиков, она там вся какая-то растакая, там ее инстаграм блестит просто всякой херней, там дорогая машина, что угодно. Все, ты начинаешь трепетать перед этой женщиной или перед такими женщинами. И это крайняя тупость. И пока вы не перестанете оценивать людей и женщин в частности, исходя из вот этих вот вещей материальных, внешней вот этой оболочки, ничего хорошего у вас там не будет. Особенно в плане общения с женщинами, если уж мы говорим об этом контексте, вы будете сильно напрягаться при виде таких женщин. То есть, они для вас будут почему-то желанными. И понятно, почему это долгая отдельная история, что когда вы соблазнили такую девушку, вы типа дотянулись до нее как-то до того мира. Вот все-таки он вам как бы не чужой. Вы туда как-то проникли. Такая чушь. Поэтому давайте будем исправлять ваши мозги, будем создавать вам выбор женщин, будем приземлять вас на место, чтобы вы как бы адекватно оценивали всю ситуацию вокруг и женщин в частности. Приходите на тренинг практика, на новогодний тренинг «Две столицы» сразу два тренинга в начале декабря. Ссылка для записи и всех вопросов здесь под видео. Пока.